Вы знаете, из-за последних роликов, где я в основном рассказывал про такие игры, которые ну прям выглядят плохо, типа Смуты или уже официально провалившись от Suicide Squad от Rocksteady, Skull and Bones от Ubisoft. Из-за них меня начали упрекать в том, что я делаю сплошь негативные ролики и вообще нытик, ничего не могу похвалить. А кто-то меня даже упрекал в том, что я какой-то инагент и вообще против всего российского. А ведь это совсем не так. И в сегодняшнем ролике я это докажу. Речь в нём пойдёт про игру, которая меня очень сильно заинтересовала и понравилась. На самом деле я уже делал подобные ролики, например Палайсов Пи или Трепанк 2, а вы просто их не смотрели. Короче, я полностью прошёл доступную демо-версию этой игры и остался под большим впечатлением. Покритиковать тут, конечно, есть что, и я не откажу себя в этом удовольствии. Плюс я всегда стараюсь оставаться объективным, но в общем и целом игра мне очень понравилась и я жду релиз. Итак, речь сегодня пойдёт о необычной игре Индика. И нет, эти ваши наркотики тут совсем ни при чём. Хотя, если говорить совсем откровенно и смотреть на подачу сюжета, иногда кажется, что разрабы всё же баловались всякими запрещёнными веществами во время создания игры. И тут я вынужден напомнить. Если вы употребляете наркотики, вы плохие, потому что наркотики это плохо. Употреблять наркотики плохо, потому что наркотики это плохо. Индика это, как пишут сами разрабы, сюжет и адвенчура в сеттинге альтернативной России на рубеже 19 и 20 веков. Где нам предстоит играть за монашку, которая преследует какой-то чёрт или демон, если вам так будет лучше. Хотя местами кажется, что монашка просто конкретно ебнулась. В этом видео я подробнее вам расскажу о разработчиках, о истории создания игры, обсудим сюжет, графику, озвучку и попробуем понять, чего же нам ждать от этого загадочного проекта. Всем респект, братва, с вами Мародёр 120 Гигабайт. И я, как всегда, перед тем, как начать, напоминаю вам, что самые уважаемые люди подписываются на телегу и на наш твич. А если вам понравилось это видео, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, написать комментарий. Всё это очень сильно поможет алгоритмам Ютуба понять, что видео хорошее, его надо кому-то порекомендовать. Мне кажется, что это видео не наберёт много просмотров, потому что всё-таки игра такая нишевая, никому неизвестная. Поэтому очень сильно надеюсь на вашу поддержку, ребята. А мы, наконец, начинаем. Погнали! Итак, для начала, как всегда, немного истории. Я напоминаю, что Индика – сюжетная приключенческая игра, действие которой происходит в России в конце 19-го, начале 20-го веков. Играть нам предстоит замонашку, которую в её путешествии сопровождает беглый заключённый. И разрабатывают эту игру команда разработчиков под названием OddMeter. Изначально они являлись московской инди-студией. И в 2018-м году выпустили VR-проект под названием Sacrally The Archer's Tale, который собрал себе 85% положительных отзывов. Игроки хвалили геймплей, физику и графику игры. Однако ругали малую продолжительность. Хотя подобная проблема, в принципе, есть у многих VR-проектов. И вот, видимо, подзаработав немного денег на Сакролите, разработчикам захотелось сделать что-то более масштабное и для более широкой аудитории. И говоря про широкую аудиторию, я имею ввиду не толстячков вроде меня, а более массового пользователя. Бля, это всё равно звучит, как будто я говорю про вес. Короче, они решили создать игру, в которую можно будет поиграть не только в шлеме виртуальной реальности. По факту, Indica это первый большой игровой проект студии. В 2020 году они участвовали в различных конкурсах и девгамах, где показывали различные видео с игрой и демоверсию. И после этого их завалили письмами разные издатели. Разрабы остановили свой выбор на 11-bit studios. В 2022 году из-за известных залупных событий студия от Метр из московской студии превратилась в казахстанскую. Не буду тут ударяться в политику. Скажу только, что я думаю, без этого у них не получилось бы сотрудничать с таким именитым издателем, как 11-bit. Если кто не знает, 11-bit это польская компания, которая подарила нам такие игры, как Frostpunk и This War of Mine, а также недавнюю The Invincible. Ну и в целом у них ещё очень много проектов намечается, и Indica это один из них. Давайте уже наконец приступим к обсуждению игры. И как я говорил ранее, я полностью прошёл демоверсию, плюс прошерстил интернет и нарыл всё, что известно про эту игру. Так что я могу смело рассказать вам про все аспекты игры, геймплей, графику, озвучку и сюжет. И меньше всего нам известно про последнее, так как события демки вырваны из контекста игры, и сильно понять, что к чему и в чём тут завязка не получится. Плюс сами разрабы не раскрывают всех карт, однако какие-то выводы сделать можно. Во-первых, как я уже говорил, Indica это имя нашей главной героини. Она, как вы можете видеть сами, является монахиней. И по непонятным пока нам причинам вынуждена отправиться в путешествие за пределы монастыря. И в этом путешествии по заснеженной России она то ли вынуждена, то ли по собственной воле будет помогать беглому заключённому по имени Илья. Куда они направляются и что именно ищут до конца не уточняется. Вроде как они пытаются найти артефакт, который поможет Индике излечиться. И вы меня спросите, а чем же она болеет? И вот это самое интересное. Кроме беглого зэка, нашу монахиню сопровождает и куда более интригующий персонаж. Его в игре называют чёртом. В демке мы слышим его голос в голове нашей главной героини. Одержим ли она или просто у неё едет крыша? Вопрос открытый. Сами разработчики называют свой проект трагикомедией, вдохновлённый романами Достоевского и Булгакова. И говорят, что главной героине предстоит пройти путь к самопознанию. И после прохождения демки про сюжет вкратце можно сказать словами классика. Ни хуй я не понял. Ну очень интересно. Да, он интригует и хочется узнать продолжение истории. Однако во всём этом не последнюю роль играют и другие аспекты игры, которые делают её ещё более привлекательнее. Погнали по классике. Графика, озвучка, геймплей. Графон в игре не сказать, что прям очень выдающийся. Но не стоит тут забывать, конечно, о том, что игра начала разрабатываться командой из 14 человек. Так что таких красот, которые мы видели в смуте, от неё, конечно же, ждать не стоит. Вообще очень красиво. Это был сарказм! В игре довольно простенькие анимации, но не прям вервиглазные, такие на уровне инди-игры. При этом графон хоть и мыльный, плохим я бы его не назвал. И всё благодаря работе художников. Если техническая часть не сказать, что какая-то выдающаяся, то вот нарисовано всё очень круто и атмосферно. Это касается и внешнего вида постройки, и внутреннего убранства. Да и персонажи на самом деле неплохо нарисованы. Им бы жизни придать чутка хорошими анимациями и был бы прям достойно. Кроме того, в игре хорошая работа с освещением. Ну всё-таки это Unreal Engine. А ещё, вы сейчас удивитесь, разрабы знают, что если ходить по снегу, на нём остаются следы. Да ну нахуй! Я просто после смуты думал, что российские разработчики об этом забыли. Короче, про графику можно сказать так. Очень неплохо для нишевого проекта. Хотелось бы более естественных анимаций, но в целом хорошо. Чего ещё хотелось бы более естественного? Так это озвучки. Игра озвучена на русский и английский языки. И вот с русской озвучкой довольно сложная ситуация возникла. Смотрите, когда демка только началась от озвучки, я, если честно, прям хотел блевать. Ну, сами послушайте. Я чё-то могу смотреть. Укол у меня сделаешь лучше. Господи, я боюсь. Это, если это не ампутировать, ты до вечера не доживёшь. Озвучка просто 2003 год у фильмов зарубежных. Ничего не сделал. Герои еле разговаривают, как будто у них рот набит мужскими половыми органами. Не хватает эмоций, да и просто звучат они нечитаемо. Я ведь тоже с Богом, как говорю. С Богом. Ох, ну здорово. И самое обидное, что если послушать голоса в английской версии, то там всё нормально. Герои нормально разговаривают, нет ощущения, что их рот набит ватый. И вот, когда я уже совсем отчаивался, хотел ставить крест на озвучки, в игре появляется третий голос, того самого чёрта, который разговаривает с нашей монахиней, голосом великого Ефима Шифрина. Отрицать мастерство Ефима будет только глупый или глухой. И вот он в игре звучит просто офигенно и сразу сглаживает впечатление от озвучки. Я надеюсь, что мы не будем терпеть всю игру героев, которые еле-еле разговаривают. И тут я снова поделюсь с вами мнением Егора Васильева, который является официальным голосом Ви из Киберпанка. И с которым я в очередной раз полностью согласен. Первое, что сразу бросается в глаза, это то, что попытка в максимальный реализм, чтобы голоса звучали не театрально, не дубляжно, а вот как бы как в жизни. Авторам однозначно респект за эту задумку. Но то, что вы эту задумку потеряли, это да. Демону я больше сопереживаю, чем главной героине, потому что она бубнит что-то там себе под нос. Ссылка на полные ролики Егора, как всегда, в описании. Кому интересно, гляньте обязательно. А теперь давайте наконец перейдем к геймплею. Сразу хочу сказать, что каких-то умопомрачительных механик в игре нет. Все довольно простенько. Где-то мы катаемся на велике, где-то просто бегаем, где-то перелазим через препятствия, балансируем, убегаем от чего-то страшного. Сделано все на таком типичном уровне нишевого инди-проекта. И в этом нет ничего плохого. Вспомните, например, такие игры, как Little Nightmares, Inside или Limbo. Где все, что надо делать, это двигаться вперед, что-то перепрыгивать и иногда успевать в тайминге. Да, я знаю, это были платформеры с видом сбоку, но тут мы имеем нечто похожее только с видом от третьего лица. При этом интересные геймплейные механики все же имеются. Например, как во механиках, где надо с помощью молитвы переключаться между реальным миром и миром, назовем его миром еб***о-черта, ибо он там с нами разговаривает. Получай, просто добрый рождец, грешный. Куда ж теперь? Столько вред. Вот это очень ох***но. Так вот, между этими мирами надо переключаться, чтобы попасть на нужную сторону уровня и пройти дальше. Я не думаю, что стоит ожидать каких-то суперглубоких механик, никакой там прокачки и тому подобного в этой игре не будет. Со слов разработчиков, все довольно стандартно. Делается упор на решение головоломок и поиск предметов, которые нужны для продвижения по сюжету. Кроме того, в игре будут присутствовать элементы стелса. Видимо, придется прятаться от каких-нибудь там охранников. Ну и стрельбы в игре, естественно, не будет, все же религия не позволяет индики пользоваться оружием. То есть, как бы, в игре совсем нету боевой системы. Но я думаю, что в полной версии игра все же еще парочку интересных геймплейных механик нам предоставят. И вот мы переходим с вами к самому интересному, а именно, подаче. Перед нами не просто какой-то очередной симулятор ходьбы, не какая-то там крупнобюджетная адвенчура. Перед нами такой некий игровой перформанс. Игра, которая по большей части развлекает своей подачей, харизмой. Которая несет в себе некое высказывание. И я знаю, что кто-то скажет, что это не инди-разработка, ведь у игры есть издатель. Но я напомню, что честные хорошие издатели не мешают независимым разработчикам. Они им помогают в продвижении, но не вмешиваются в процесс создания игры. Помните тех же Дволвер Диджитал и их проекты? И тут, мне кажется, именно такая история. Сами разрабы говорят, что исследуют тему религии и поднимают интересные и противоречивые вопросы. Все это подается под максимально необычным соусом. Многие элементы игры контрастируют с тем, что происходит на экране. К примеру, меню и элементы интерфейса в игре нарочно несерьезные, пиксельные. А саундтрек иногда очень сильно удивляет. В общем, от этой игры прям веет смелостью и необычностью. Если сюжет не подкачает, то уверен, нас ждет интересная, местами мрачная, местами забавная адвенчура, которая покажет, что наши проекты все еще могут удивлять и нравиться. Диалоги в игре вполне живые, несмотря на противоречивую озвучку. Остается надеяться, что в остальной игре она просто будет получше. Графика пусть и не хватает звезд с неба, но свою функцию выполняет неплохо и создает нужную атмосферу. Сюжет интригует, а его подача прям обескураживает. Да и геймплей на игре тоже есть что предложить. Проект явно интересный, я очень жду релиза. Для меня это прям какая-то смесь Little Nightmares и Black Tale. Только в оригинальной необычной обертке. И мне кажется, что игра у Odmitter получится запоминающейся. Короче, мне правда интересно ваше мнение, что вы думаете про эту игру, будет ли это что-то действительно интересное, которое покажет, что наш геймдев все еще могет, или это будет очередной провал. Пишите, пожалуйста, комментарии, я все читаю. Также не забывайте, если вам понравилось видео, ставить лайк, подписываться на канал. И, конечно же, еще раз прозываю всех подписаться на Телегу и на Твич. Очень вас всех там жду. Особенно если вы активный, молодой и красивый. Старым и некрасивым тоже можно подписываться. Ну а на сегодня это все. С вами был Maradio 120 Гигабайт. Жестких всем респектов и хороших игр. Йоу! Субтитры сделал DimaTorzok